Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Провел сегодня заседание Ставки, уже 44-е за этот год. Тематика ясна. Прежде всего, это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможные действия врага на восточном направлении и наши действия. Заслушали командующих, определились шагами на ближайшее время. Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности. Отдельно обсудили поставки боеприпасов и ремонт боевой техники. Кстати, хочу поблагодарить наших специалистов, всех наших партнеров, всех, кто привлечен к соответствующей работе. Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но и взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству. Это очень важный результат года, и все, кто присоединился, действительно молодцы. Говорил сегодня с премьер-министром Италии. Поблагодарил за уже оказанную и за новую поддержку. Госпожа Мелони сообщила, что сейчас на рассмотрении вопрос о ПВО для Украины, и мы скоординировали наши шаги. Я верю, что итальянская поддержка позволит нам укрепить защиту украинского неба. Конечно, обсудили и наши дипломатические планы на ближайшие месяцы, а также зимние угрозы, которые мы, я уверен, преодолеем вместе. Провел сегодня совещание по работе банковской системы и нашему сотрудничеству с МВФ. Должны обеспечить в следующем году еще больше возможностей для украинцев и гарантированно сохранить прочность наших систем банковской и финансовой. Также говорил с руководителем крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock. Получил очередное подтверждение, что бизнес развитого мира верит в нашу победу и готов инвестировать в наше восстановление. Специалисты этой компании уже помогают Украине структурировать фонд восстановления нашего государства. И мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиции и перспективы Украины будут там представлены. В целом, эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире. Это все задачи на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас. Вскоре я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании к Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором про следующий год. Спасибо всем, кто работает ради Украины. Спасибо всем, кто воюет за нашу независимость. Благодарю все подразделения наших сил обороны, которые приближают поражение врага. Слава Украине! Дякую всем подразделам наших сил обороны, яки наближают поражку врага. Слава Украине!